Приветствую вас! Смотрите, какая получается история. Вы правы в том, что говорите о возможности и справедливости того, что ребенок болтает ногами. Это действительно так. Но вы выпускаете из внимания своего, вы выпускаете из виду тот факт, что гость, который пришел к вам, да, вот, он сам сел к ребенку. И ребенок его ударил. И ударив его, ребенок запустил цепную реакцию его негативных чувств гостя. То есть я не верю в то, что гостю было больно. От того ты ударил ребенок. С трудом не верится, что гостю было больно. Вот. Значит, э-э-э-э-э-э. Тут важно понимать, что именно гость, именно гость обреагировал негативно на тот, что его задел ногой ребенок. Это означает, что именно у гостя есть какие-то проблемы. Ну, проблемы самые разные, да? Начиная от, допустим, неудовлетворенности, да? Заканчивая страхами и так далее. Механизмами переноса и прочее, прочее, прочее. Вам важно понять, что ни к ребенку, ни к тому, что его задел гость, то есть что он задел гостем, точнее, что он задел гостем, не относится к реакции самого гостя. То есть, сам гость просто, значит, ну, отреагировал на ребенка в негатив. Вот. Э-э-э-э-э-э-э-э. Который у него был. А-а-а-а, до этого. Вот. Понимаете? Такая история. То есть вы правы, но и гость со своей стороны тоже весьма негативно здесь, понятное дело, поступил. Вот, не совсем понятен ваш вопрос, то есть вы говорите, сделал ему замечание, вы спрашиваете, да, почему так? То есть вы хотите узнать, почему гость сделал замечание ребенку? Но это же ваш гость. И человек, который к вам пришел, вы по идее знаете лучше, чем мы. Иначе бы вряд ли вы пригласили его в гость. То есть если этот человек достоин доверия настолько, что вы позвали его к себе в гости, значит вы его знаете. А раз вы его знаете, то вам лучше самой, ну или самому не очень понятно. То есть вот Федор, но ребенку купила, непонятно. Вам лучше самому или самой спросить у гостя, почему он сделал замечание. То есть кто его так разозлило. Ну и при недолгой беседе, если люди доверяют друг другу, выяснится, что у гостя просто там, ну, были определенные проблемы. Да, то есть подобное поведение, да, ребенка вызвало какие-то чувства в нем. Вот. И он сделал замечание. Вот. То есть гость находился в напряжении. И это напряжение он снял, когда сделал ребенку замечание. Понимаете, да? Вот и все. То есть тут не надо обижаться на гостя, не надо обижаться на то, как он поступил. Лучше просто поговорить и выяснить, что произошло. Если вы, конечно, дорожите этим человеком и хотите, чтобы он и дальше продолжал приходить к вам в гостя. Вот. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы дополнительные, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.